Добрый день, уважаемые коллеги. Я вначале хотел бы у Дмитрия Анатольевича информацию получить по поводу того, что всё-таки происходит с поставками энергоносителей в соседнюю страну, на Украину. Разные поступают информации на этот счёт. Правительство принимало уже решение соответствующее. Дмитрий Анатольевич, что происходит на самом деле? Владимир Анатольевич, как известно, некоторое время назад украинские структуры прекратили поставку газа на территорию непризнанных республик Донецкой и Луганской. И несмотря на все заверения о том, что они готовы это восстановить, газоснабжение по стандартной схеме не восстановлено. Газ по стандартной схеме на территорию вот этих непризнанных образований не поставляется. Жизнь людей, их здоровье просто поставлены под угрозу. Поэтому вчера по моему поручению наше Министерство энергетики вместе с Газпромом на основании обращения газовых структур этих непризнанных республик проработал вопрос по возможности поставок газа по альтернативному маршруту. Такая возможность была всегда, и мы даже иногда ею пользовались. И с учетом того, что газ не поставляется по обычному маршруту, было организовано снабжение по альтернативному маршруту. В настоящий момент этот газ поставляется и в необходимых объемах потребляется на территории районов, расположенных в Донецкой и Луганской областях и на территории непризнанных республик. А что касается поставки в целом на Украину? Что касается поставки в целом, то те объемы, которые в настоящий момент предусмотрены, они украинскими потребителями осваиваются. Но проблема заключается в том, что в настоящий момент, Владимир Владимирович, как вы помните, мы перешли с украинскими потребителями на предварительную оплату. И эта оплата худо-бедно осуществляется. Тем не менее, объем аванса не такой значительный, чтобы продолжать газоснабжение в течение продолжительного времени. Вот если тот объем отбора, который есть сегодня, сохранится в ближайшие дни, то предварительная оплата закончится буквально за несколько дней, за 3-4 дня. Украинские потребители выставили заявку на больший объем, чем это было в предыдущем? Украинские потребители выставили заявку на больший объем, но мы будем действовать в соответствии с заключенным контрактом. Касается ли это потребителей, которые находятся на территории всей Украины или же отдельных областей Украины, это все равно входит в общий баланс газа, который поставляется на территории Украины. И мы будем поставлять до тех пор, пока есть деньги, учитывая, естественно, и те объемы, которые в настоящий момент мы в гуманитарных целях поставляем по альтернативному маршруту в ДНР и ЛНР. А заявка увеличилась раза в три? А заявка увеличилась, по-моему, в два с половиной раза. Так что, либо нашим украинским партнерам нужно будет расплатиться за это все, либо нам придется принимать сложные решения, как обычно. Я прошу правительства Российской Федерации придерживаться контрактных обязательств и строго их исполнять. Хорошо, так и сделаем, Владимир. Спасибо.